Ребята, всем привет! Меня зовут Анна Закерий. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Здесь вы найдете целую библиотеку видеороликов, посвященной личной эффективности и эмоциональному интеллекту. Если вам интересна эта тема, тема карьеры и предпринимательства, то подпишитесь на этот канал и расскажите в комментариях после этого видео, на какие тематики вы бы хотели видеть здесь, в следующие видеоролики. Ну а сегодня я решила подготовить вам видео на тему тайм-менеджмента. Но не простого тайм-менеджмента в работе или дома, а именно тайм-менеджмент для фрилансеров или людей, которые работают в домашней обстановке. Каким образом совмещать наличие детей и работу? Каким образом не перегореть от того, что у тебя постоянно рассеивается концентрация? Каким образом не сорвать дедлайны и успевать делать то, что действительно важно? Этот тайм-менеджмент немножко отличается от того, который мы привыкли традиционного в офисе. Давайте разбираться, почему, какие есть проблемы и что с этим делать. Почему эта тема так важна для того, чтобы ее усвоить? Дело в том, что работать дома – это совершенно другая история, нежели чем работать в офисе. Домашняя обстановка изначально не предполагает, что мы в ней будем как-то напрягаться, выполнять какие-то планы, делать какие-то дела, принимать важные деловые звонки и находиться в состоянии боевой готовности. Дома мы можем отдыхать, смотреть телевизор, готовить, играть с детьми, проводить время со второй половиной или просто спать. Но не работать. Изначально наш мозг так это не представляет себе жилище. Поэтому нам нужно с вами качественно подготовиться, чтобы все дела, которые нам необходимо сделать, были выполнены. Шаг номер один. Я рекомендую начать с создания грамотной рабочей обстановки. Я прекрасно понимаю, что далеко не у каждого из нас есть возможность выделить отдельную комнату в своем жилище под кабинет рабочий. Но если есть такая возможность, это, конечно, идеальный вариант. Если нет, то после этого видео я хотела бы, чтобы каждый из вас задумался, а где я мог бы создать себе рабочее пространство в своей квартире или доме. Самое главное правило, чтобы у вас было достаточно места на рабочей поверхности, чтобы у вас там комфортно мог разместиться ноутбук, еще какие-то материалы, которые вы используете в процессе работы. Желательно, чтобы из этого места у вас был хороший обзор на комнату. Это в том случае, если у вас есть дети, потому что я позже расскажу, каким образом совмещать работу и детей. Но и задумайтесь также о том, чтобы приобрести подобную маркерную доску и расположить ее где-то в зоне видимости. На ней я рекомендую записывать основные дела на этот день. Плюс еще какие-то дедлайны, важные слова, триггерные, которые будут вам напоминать, что необходимо сделать сегодня или в течение другого временного периода. Это работает действительно классно. Попробуйте. Шаг номер два. После того, как вы сделали рабочую обстановку дома, я рекомендую посмотреть на то, в чем вы работаете. Даже если вы не выходите из дома, вам не нужно спускаться на лифте на другой этаж и в кофейни-то вы даже не заглядываете в течение рабочего дня, на работу дома тоже нужно собираться, потому что это создает определенный рабочий настрой. В первую очередь, девушки, это касается вас. Потому что для нас очень важно, чтобы мы нравились себе в отражении. И если это не так, то, к сожалению, у нас будет сразу падать концентрация внимания, мы будем хотеть что-то улучшить в этом интерфейсе, и получается, что внимание будет отвлекаться на что-то другое помимо работы. Если концентрация внимания падает, и вы никак не можете сосредоточиться, я даже рекомендую под стол поставить себе туфли на кухонах, для того, чтобы почувствовать себя, что вы не просто дома работаете, а вы в настоящей рабочей обстановке. Таким образом, мы с вами сделали подготовку к тому, чтобы начать эффективно работать дома. Наша задача – выстроить систему грамотных взаимоотношений с родственниками или любыми другими людьми, которые находятся с вами, пока вы работаете. Если вы работаете один, то здесь все чуть проще. Ваша основная задача – это выстроить график работы. Как у любого фрилансера, скорее всего, у вас работа занимает непомерно много времени. Даже посчитать количество часов, которые вы тратите, достаточно проблематично, потому что один день вы начинаете в 10, другой день вы заканчиваете в 7 часов вечера, в 3-й заканчиваете в час ночью и так далее. Ваша задача – систематизировать как можно больше этот процесс. Есть такой знаменитый закон, в соответствии с которым наша работа занимает все время, которое мы решаем на нее отвести. Поэтому прямо сейчас просто пометьте для себя, что вы начинаете работать, например, с 9 утра каждый день, что бы ни случилось, и заканчиваете работу, например, в 19.00. При этом обязательно прерывайтесь на обед с 12 до часа. Многие фрилансеры ошибочно думают, что «ну я же вроде бы как фрилансер, то есть в свободном полете нахожусь». На самом деле вот это ощущение свободного управления своим временем ведет только лишь к тому, что вы начинаете нарушать дедлайны, или вы жестко перерабатываете. У вас периодно падает продуктивность из-за того, что вы, к сожалению, постоянно вот в таком загоне работаете в большом количестве стресса от того, что работа то ночью, то рано утром, то поздно вечером и так далее, и никакой личной жизни. Поэтому наладили график своей работы прямо как четко, как в магазине, это то, что нам необходимо. Если вы работаете дома со второй половиной, то здесь я рекомендую вам обозначить границы коммуникации. Когда не нужно подходить и отвлекать вторую половину от работы излишними соблазнительными предложениями, типа как пойти попить кофе. Ну, чего ты там? Ну, чего, может, перекур, да? Чего, может быть, сходим куда-нибудь, там, кофе попьем в кофейне. И все. И один человек только вроде бы начал входить в работу, и вы тут же его отвлекаете. Договоритесь о второй половине о границе коммуникации. Ну, и как вишенка на торт всего этого, это когда вы вдвоем работаете дома, и у вас есть дети вокруг в неограниченном количестве. Ваша задача составить расписание, кто из вас в какое время отвечает за детей. Кто будет обеспечивать их потребности? Поесть, погулять, включить мультик, дать попить и так далее. При этом вы оба можете сидеть и работать в полноценный день, но тот, кто сейчас, исходя из расписания, находится на дежурстве, должен встать по первому требованию ребенка и занять его чем-то, потому что именно он за это ответственный. Что это дает? Друзья, это просто суперзолотой инструмент для работающих дома родителей с детьми. Вы понимаете, что у вас есть ограниченное время на работу, потому что, исходя по расписанию, ваше свободное время на работу с 9 до 15.00, по понедельникам, средам и пятницам. Во вторник и четверг – ваша вторая половина, когда вы можете спокойно работать. Поэтому сразу на поверхность, на вашей работе выходят те приоритетные дела, которые нужно срочно-срочно сделать. У вас не будет хватать времени на всякие мелочи и всякую ерунду, потому что вы понимаете, что скоро придется что-то идти, сидеть с детьми. Кроме того, также вы можете спокойно на это время планировать звонки, встречи, что угодно. Вы понимаете, что в это время вас никто не будет дергать. Самое главное в построении любой системы, чтобы вы сами, если построите эту систему, следили за ее имплементацией в жизни. Вы должны быть тем человеком, который постоянно, каждый день, несмотря ни на что, насколько он занят, насколько ему удобно, или надо быстро что-то сделать, постоянно следовало этой системе. Тогда это все будет работать. Помимо расписания, дежурства с детьми, что еще может помогать? Если нет возможности нанять няню или отдать ребенка в детский сад, то наша задача систематизировать день ребенка. Слава богу, в наше время есть очень много инструментов для этого. Например, если вы не знали, сейчас развивается направление няни онлайн. Когда вы включаете своему ребенку в какой-то программе видео, на другом конце у вас, в реальном режиме, есть няня, аниматоры, разные герои, которые обращаются именно к вашему ребенку. Это не простой мультик, это именно такая игра в онлайн режиме. И я думаю, что если вы смотрите куда-то сейчас в перспективное направление, почему бы вам не посмотреть именно в эту сторону? Онлайн няни, мне кажется, только будут процветать. Если нет возможности по какой-то причине найти такую онлайн няню или заплатить за нее, используйте бабушь онлайн. В моей практике мои дорогие родители сидят своим ребенком по скайпу два часа в будние дни с 18.00 до 20.00. Четкое конкретное расписание. Это всем удобно. И им хорошо, они понимают, как свой день сформировать. И мне хорошо. Я знаю, что в это время я могу спокойно готовить ужин, доделать работу, которая осталась за день. Если вам кажется, что это не для моего ребенка, и он не будет сидеть, он у меня не такой, на самом деле все зависит от того, кто сидит на другом конце провода и на сколько задания, и на сколько вообще весь контент построен таким образом, чтобы вовлекать ребенка. Это, друзья, работает. Просто нужно приложить усилия, чтобы это найти. Шагом номер четыре. И настало время рассказать вам про правила 6П для фрилансеров. После того, как мы с вами отстроили рабочую обстановку в той зоне, где я буду работать, после того, как мы обратили внимание, в чем я работаю, и сделали систему взаимоотношений с родственниками, настало время научиться планировать, если я работаю дома. Правило 6П. Правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели. Дело в том, что планирование становится особо важным, если вы работаете дома. В офисе ваши коллеги и в целом обстановка не позволят вам настолько расслабиться, чтобы ничего не делать. В офисе вы не отвлекаетесь постоянно на холодильник, не проверяете, появилось ли там что-то новенькое. В офисе вы не можете просто так встать и решить пойти готовить обед под сериальчик. У вас нет причин настолько много, чтобы отвлекаться. Поэтому планировать дома – это просто обязательный скилл. Я рекомендую это делать либо с вечера. Это идеальный вариант, потому что в таком случае эти планы будут вас быстрее поднимать утром. Вы будете четко представлять с самого момента пробуждения, что вам сегодня нужно будет делать. Либо делайте это с утра. Но в любое время дня в целом это должно быть сделано. Задача такая. Вы можете использовать как приложение, которое облегчает процесс планирования. Про них я рассказывала вот в этом видео. Посмотрите его, если еще не видели. Очень подробно разложила функционал со всеми скринкастами. Либо вы можете просто использовать самые простые подручные материалы. Еще раз, моя задача донести до вас мысль, что просто делайте это любым способом. После того, как вы записали все дела, которые нужно сделать сегодня, пометьте их какими-то символами. Например, самые важные дела на сегодня. Помечаем звездочкой дела, которые приносят вам деньги. Помечаете любым долларом или аббревиатурой ДПД, деятельность, приносящая доход. Как угодно. Но это дает нам команду некую приоритизацию, с чего я должен начать. Отдельным пунктом хотела вынести для вас идею о том, что как только вы попадаете в ситуацию, нестандартную для вас в работе. Например, вы до этого всегда работали в офисе, но теперь по какой-то причине вынуждены работать дома. Еще и совмещать это с детьми. Ваша задача понять, какие стандарты, качества внесения своих обязательств я могу снизить. Смотрите, работа следующим образом. Вам нужно нащупать уровень достаточно хорошо для нынешней ситуации. Например, вы понимаете, что максимальное время, чтобы перезвонить клиенту, который оставил у вас на сайте заявку, например, один час. Но сейчас ситуация изменилась. Сейчас что-то идет иначе. Что-то усложнилось. Ничего страшного не случится, если вы перезвоните не через час, а через два, через три или через четыре. Учитесь делать рамки своих обязательств более мягкими и подстраивать их под ту ситуацию, в которую вы попадаете. Да, возможно, этот клиент у вас не купит. Но что важнее, тот самый купивший клиент или ваши нервы сохраненные? Кроме того, иногда, просто немножко ослабив у дела обязательств, ваша продуктивность настолько возрастает, что это все начинает компенсироваться за счет выполнения других дел на более высоком уровне. Или, например, то же самое с детьми. Понимаете, что обычно ваш ребенок играет не более 15 минут в планшет. Ну, разве что случится, если сегодня он поиграет не 15 минут, а 45. Ваши нервы будут целы, ваша работа будет сделана, ребенок останется довольным, просто завтра вы это поменяете. Будьте гибкими, если ситуация меняется, меняйте и свои стандарты внесения обязательств. Если вы прямо сейчас возьмете и примените то, что я рассказала за эти пять простых шагов, уверена, что на это уйдет, ну, не более часа, самое сложное, пожалуй, будет договориться со второй половиной по поводу расписания ответственности за детей, ваша работа дома существенно станет эффективной. Самое главное потом придерживаться этой системой и следить за постоянством ее применения. Ну, а о том, как поддерживать дисциплину и про постоянство расскажу в следующих роликах. Не забудьте подписаться на этот канал, также оставляйте здесь ссылку на мой инстаграм, там еще больше полезной информации. Оставляйте свои комментарии под этим видео и до встречи в следующих роликах. Пока!